Уважаемые дамы и господа, я так представляю вам соперника в синем углу. Боец из города Грозный. Ему 30 лет, рост 177 сантиметров, вес 70 килограммов, 800 граммов. Профессиональный рекорд 67 боев, 50 побед, 17 поражений, представляющий бойцовский клуб Ахмат Арби Эммиев. Его соперник в красном углу из города Нижний Новгород. Ему 24 года, рост 178 сантиметров, вес 71 килограмм. Профессиональный рекорд 26 боев, 18 побед, 7 поражений, 1 ничья, представляющий бойцовский клуб Панчернен Александр Скворцов. Рефери Алексей Копанев. На середину, пожмите руки друг другу. Четко слушаем, команды выполняем. Удачи в углы. И сейчас они появятся. Вот они. Послужные списки, возраст, рост, вес бойцов. Чуть потяжелее Александр Скворцов на 200 граммов. На 6 лет младше, да. На 1 сантиметр выше. И гораздо опытнее Арби Эммиев. Вот так сразу Арби Эммиев. Начинает с медлоги. В синих перчатках Арби, в красных Александр. Очень важно для Александра здесь не продевать, конечно, какой-то ненужный удар по голове. Арби Эммиев очень такой куражный боец, рисковый. Который всегда идет на обострение, который, несмотря выигрывает он или проигрывает, он постоянно где-то рискует. И как мы отмечали, в кулуарах, которые достаточно тяжело бьет. Его соперники не дадут в этом соврать. Не Василий Семенов, не Никита Курбатов. Александр Скворцов больше известен, наверное, любителям кикбоксинга и людям, которые давно следят за фаерфайт, как такой технарь. Технарь, игровик. У Александра Скворцов в прошлом году одержал победы по правилам турнира ТНА в этом чемпионате мира. Стал первым там. Он умеет работать. Он один из таких ярких тайп-боксеров и кикбоксеров именно этой весовой категории в России. Здесь, мне кажется, очень много будет клинчей. И у рефери этого поединка Алексея Копанева будет большое количество работы. И клинчем, скорее всего, будут эмоциированы... Ну, Александру? Обоюдно. Обоюдно. Бойцы будут идти постоянно навстречу друг другу. Бой будет идти навстречный курс. Вот так вот попадает по ноге, подбивает здесь Скворцов. Руки высоко он держит. Ну, и вы слышали аплодисменты в зале сразу же. Арби, Эмиев. Ищет, ищет, ищет. Через так, через клуб. О, попал. Хороший прямой от Арби. В те моменты, когда Арби, Эмиев, выбирается на нужную для себя дистанцию, он очень становится опасным. Крюк на скачке, да. Он очень мощно бьет. Хорошие несколько ударов ногами. Прям так поливает Скворцов то с одной, то с другой ноги. Эти боковые удары. Эмиев такое ощущение, идет, что не то чтобы за нокаутом, но хочет нанести максимальный урон сопернику. Арби поддавливает. Он будет работать в таком стиле на протяжении всего поединка. Хорошо. Снова Скворцова в разрез слева. Александр. И у Арби, мне показалось, под правой бровью есть небольшое, но рассечение. Начинает, начинает снова поддавливать здесь Арби. Но пока не может. Встречает на все удары руками. Скворцов встречает плотными мидлкиками по корпусу. Каждый раз, когда Арби выбрасывает свою руку, он открывает корпус. И вот этим пытается пользоваться здесь Александр. При этом достаточно хорошо маневрирует на ногах. О, хорошо. Вот здесь потеря равновесия. Да, но там подхватил ногу Скворцов и левый боковой все-таки залетел. Да, клинча будет много. Тут, коллега, ты скорее всего... Да не скорее всего, тут ты прав. Ну, смотрим. У нас к концу подходит только первый раунд. Жесткий лоу. И пока... От Эмиева. Пока. Пока, пока, пока. Скворцов создает проблемы своему сопернику. Ну, а сам достаточно уверенно ведет поединок, на мой взгляд. С другой стороны, мне кажется, как Арби и Эмиев на пропущем ударах. Абсолютно верно. Второй раунд. Сразу двойный джеб от Арби и Эмиева. Но руки на месте у Скворцова. Формула поединка три раунда. И смотри, Арби начинает, начинает нагнетать. Готов был уже выбросить за канаты Скворцова. Ну, а как ты говорил, коллега, неоднократно, когда мы с тобой обсуждали этих бойцов кулуара, что Скворцов даже лучше себя чувствует не в трех раундовых, а в пяти раундовых. Да, как многие специалисты считают, что Александр только разгоняется во втором раунде. Поэтому он прибавляет от раунда к раунду, как настоящий профессионал. И бывает, что в пятираундовых боях он выглядит гораздо интереснее. Но в этом бою, я думаю, Арби и Эмиев для него является тоже очень большим раздражителем. Поэтому Александр вышел сразу заряженным таким. Ну, и я, кстати, не исключаю в этом поединке тоже, если все пройдет запланированные раунды, не исключаю экстра раунды. Посмотрим, посмотрим, коллега у нас. И вот только первая минута второго раунда позади. Я, наверное, не стал забегать так далеко вперед в таком интересном поединке. Хорошо, основа Скворцов попадает два удара и добавляет ногу. Ногами очень много делает Александр в этом бою. Это действительно его ключ к победе. А Арби и Эмиев навязывают трубку, навязывает размер, навязывает силовой такой. Это из любого положения старается бить здесь Арби, даже удар там был. Не поворачивайся, просит рефери. Но удары по затылку также запрещены, предупредил рефери и Арби и Эмиева. Слава плотная двойка от Арби. Нет, 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 там тоже была потеря равновесия. Да, Арби старается... Шанс для Скворцова сейчас подзацепиться. Хорошее колено. От Александра. В принципе, рассечение небольшое, но есть под правой бровью у Арби. Пошел вперед, но налетел там на левый прямой Эмиев. Скворцов пытается сразу ломать вот первое начало атаки. Он либо встречает, либо туда сразу же клинчует, перекрывается. При этом достаточно неплохо, мы видим, маневрирует на ногах. Но Арби Эмиев это абсолютно не смущает. Он, в общем-то, у него план на бой один. Подойти и врезать, и врезать как можно сильнее. Но пока-пока ни разу не дал ему такого шанса здесь Александр. Постоянно, постоянно он набрасывает удары навстречу. Мы знаем Александра Скворцова как очень техничного. Но и при этом очень дисциплинированного бойца. Да, и работоспособного бойца, который много выбрасывает. В принципе, может перестраиваться по ходу поединка. Как мы уже и говорили, очень большое количество клинчев. Но все эпизоды, все моменты в клинче Скворцов старается заполнить именно ударами коленями. Он каждый раз планирует нанести плотный, хороший, четкий удар коленой. Вот как сейчас, пожалуйста. Не упускает ни одного случая для того, чтобы нанести такой удар. А каждый этот удар достаточно тяжелый и может забрать определенное количество сил у соперников. А при этом, да, заметь Арбиев клинче так именно не работает как Скворцов. Ну, лучше, лучше именно как базовый тарец все-таки Александр Скворцов здесь. Второй раунд закончен. Ждем третий. Так, назад. Ребята, меньше удержаний, работаем чище. Файк! Слушай, мы что, так пытается немножко вступить здесь. Ох ты, как взорвался сейчас Арбиев Миле. Ой-ой-ой! Запрещенный удар. И там мне показалось даже локтем. Да. Это очень некрасиво. Но, слушайте, это стиль Арбиев Миле. Не первый раз уже такое происходит на турнирах Firefight. Поэтому еще раз говорю. Ох, да, там удар локтем. Ну, слушайте, это или дисквал, или я не знаю, что. Ну, сейчас, я думаю, судейский корпус примет какое-то определенное решение. Ну, вот вы слышите, да? Ну, и там сразу какая-то большая гематома на левой щеке у Александра. Какую вытащить? Ну, по всем нормальным правилам, да, это должна быть дисквалификация. Ну, и сейчас судья, я думаю, решат. Ждем. Да. Ну, и там очень большая вероятность, что смотри, какая большая гематома образовалась сразу на щеке. Александр Скворцов сам сказал, что я не буду драться дальше. Они не смогли даже, мне показалось, там достать капу. Ох, да. Вот нам еще локоть, чистый локоть, причем, по-моему, даже после сигнала стопа. Осматривает, осматривает сейчас Александра Скворцова. Сниматься надо. Да, судя по всему, произойдет то, о чем я уже сказал. Уважаемые дамы и господа, итак. Еще раз. Ввиду дисквалификации спортсмена синего угла победу одерживает Александр Скворцов. Ну, арби и ми в своем стиле, что называется.